12 лет колесить по миру на велосипеде. Накануне путешественник-миллионер из Италии Януш Ривер побывал в гостях у школьников села Волково. Самые запоминающиеся моменты 12-летнего велопробега итальянский миллионер рассказал нашей съемочной группе. За 12 лет, что миллионер колесит по миру, он ни разу не спал в кровати. На ночлег обычно останавливается в безлюдных местах. В непогоду может укрыться где угодно, будь то школа или гостиница. Но и под крышей предпочитает кровать и свой спальный мешок. А самым лучшим местом вообще называют трущобы. А самое место лучшее, то кладбище. Почему? Потому кто придет в ночь и беспокоит меня на кладбище. Ни пияк, пьяный не придет, вор не придет, боятся. Потому что все думают, что там зомби гуляют. Я вам могу только сказать, зомби, наверное, нет. В каждом селе или городе, где бывают, у Януша Ривера есть обязательная программа – посетить памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. А также пообщаться со школьниками. Причем только с учениками с первого по шестой классы. Они мудрые. Вы видели сегодня, что случилось? Там другие столы, там, как столбы. А то была шестая класса. А то маленькие, видела, какие вопросы мудрые задавают. А то во всем мире так есть. А русские самые мудрые. В школе села Волково Ривера встретили с особым, истинно русским радушием – хлебом с солью, песнями в национальных костюмах. Школьники задают вопросы, просят расписаться в дневнике и обязательно сфотографироваться. Главный вопрос, который всегда интересует – зачем ему все это нужно? Я еду, потому что я не хочу умирать. Знаете, умирать. Я дедушка. Надо умирать, так? Я не буду умирать дома, я не буду умирать в больнице, или я не буду умирать перед телевизором. Так, как старые люди. Я умираю на дороге. Януш Ривер рассказывает обо всем. Как 38 раз его брали в плен, как кусали ядовитые змеи более 50 раз, как встречался с медведями на Дальнем Востоке и с гиенами в Африке. О шинах своего велосипеда, который не проколол ни разу за 12 лет. А вот о собственной семье ни слова. У меня так много детей, много внуков, много жен, но я один. Вы понимаете, я один умный, но у меня нет дома. Путешественник читает русские книги и гордо заявляет, что рожден в СССР. Он знает 20 языков. За 12 лет объездил мир пять раз. Но признается, ни в одной сельской школе не видел такого большого музея, как в Волковом. Кстати, любимые страны миллионера – Россия и Белоруссия. Даже часть своего состояния он планирует оставить детям-сиротам этих двух государств. Но есть места, куда он даже не собирается ехать. Из Благовещенской ривера отправится в Европу, а затем на Филиппины. Зимовать путешественник предпочитает в теплых странах. В апреле миллионер вернется в Преамуре и уже отсюда на велосипеде в Читу Улан-Удэ. К 2015 году планируют доехать до Сталинграда, почтить память воинов в 70-летний юбилей Дня Победы. Светлана Сотникова, Иван Сюмак. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.